Микс Ньюс У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день, мы начинаем программу «Разворот» на часах 12.09. Сегодня приведу передачу я, Алена Борисова. В гостях у нас депутат Сейма Линда Лепеня. Здравствуйте! Добрый день! Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. Обсуждаем сегодня все политические события. Поэтому напоминаю вам телефон на прямого эфира 672 12 939, 672 13 939. Звоните, задавайте вопросы. Также вы их можете публиковать у нас в WhatsApp по номеру 206191. Госпожа Лепеня, я, наверное, сейчас так вашу историю до политики кратко перескажу, слушателям поясню. Если что-то не так, вы меня поправьте. Ну, прежде всего, до политики вы предприниматель, владелец ресторана Walk2Walk, да? Одна из, но владелец франшизы, там часть очень маленькая. Да, и которая однажды во всеуслышание заявила, что в Латвии невозможно вести бизнес. Трудновато, да. Да, что отношение к предпринимателям со стороны государства абсолютно ужасное. Да, и вот в своем письме я читала о вступлении в партию, вы написали, что, к сожалению, без политической какой-то силы, воли сделать ничего нельзя. Поэтому вы приняли решение идти в политику, да, чтобы что-то изменить. И вы также в одном из интервью сказали вот три года назад, что вы встречались и с господином Борденсом, и с Согласием, и с Ингуной Судробой, да, и вас убедил и более корректно, вот по вашим словам, к вам отнесся и понял вас. Это именно господин Камнич, да? Да, поэтому вы приняли решение вступить в... Ну, я бы не сказала так, что он меня в чем-то убедил. Я видела в этой новой партии больше всего потенциала, где я вот сама именно своим действием могу делать какое-то благо и в дальнейшем, может быть, сделать уже партию, которая бы была долгосрочной и могла бы, как бы сказать, пьеса стоит, привлечь, да, присоединить. Да, привлечь более-менее какое-то качество людей и возвратить людям эту мысль, что все-таки политики, люди должны участвовать и чем-то заниматься. Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой, да. Да, и вот ровно три года назад в ноябре вы вступили в партию КПВЛВ, через год вы уже стали сопредседателем партии, членом правления партии. Вы успешно стартовали на выборах, вот я посмотрела, уточнила, за вас было отдано более 44 тысяч голосов избирателей, и рейтинг КПВЛВ был тогда действительно, вот как вновь появившаяся партия, был колоссальным, да, это вторая... Да, неожиданным, да. Для вас это было неожиданно? Да, неожиданно. Да, но тем не менее, это вторая популярность партии, вы получили 16 кресел в парламенте, но уже через какое-то время, буквально три месяца при формировании правительства что-то пошло не так. В феврале этого года вы уже покинули должность члена правления партии и сопредседателя, в конце мая вы вовсе вышли из фракции и из партии КПВЛВ, так же, как и ваши коллеги, другие однопартийцы. Если там было 16 кресел, то сейчас, по-моему, у депутатов фракции 12, да, человек осталось? Да. То есть фракция немножко начала разваливаться, и в сентябре вы работали как независимый депутат, и в сентябре всеми была уже создана группа не принадлежащих фракциям депутатов, которые, собственно, вошли 6 депутатов, а вы были избраны председателем этой группы. Такой вот за буквально год у вас был, ну, очень, мне кажется, бурлящий период политический, я имею в виду, в плане, может быть, какого-то самоопределения, да, я думаю, вы какие-то чувствовали настроения, вот хотелось бы об этом поговорить. Вот, знаете, вот вы человек, как до этого сказали, вы в политике новый, я имею в виду, вы не имеете никакого такого опыта до этого Сейма, да, и пришли в Сейм, если верить вам сказанному, с желанием что-то изменить именно в государстве. Вот расскажите ваши представления о себе в политике. Ну, немножко еще о прошлом. Я уже работала раньше не всеми, тогда он назывался Верховный Совет, я была в какое-то время вообще самым молодым работником, так что я знаю… Вы говорите про 90-е годы, да, или еще? Да, про 90-е годы, так что я прекрасно знаю это здание, там до сих пор работают люди, которые работали и в то время, да, и могу сказать, что система ни в чем не изменила, систему, только она стала еще… Крепче, да? Более системная, и система сама себя очень защищает. Это раз, так что у меня… Я уже в каком-то образе в политике с 14 лет, и потом, кстати, была очень большая пауза, потому что я очень очаровалась, я была слишком молодая, очень очаровалась политикой, что абсолютно нормально, да. И у меня не было настолько много опыта, чтобы уже решить уже в молодости, что вот именно заниматься политикой, да, поэтому я приняла вот такое решение только очень недавно по сравнению. И еще… Ну, не то из-за отчаяния, да, если тогда вы были… До вот то, что вы говорили, walk to walk, это тоже было, кстати, такое довольно такое неожиданное для меня решение самой, да, уйти в частный бизнес, потому что я почти 20 лет, 17 лет проработала в медиа-агентстве, это международное агентство, так что у меня тоже есть опыт в работе международной компании. Я работала как медиа-директор, был по Балтии, так что такой опыт у меня тоже имеется, так что опыта много, и сейчас, да, ну, вопрос про именно вы хотите узнать, как у нас складывается работа независимых депутатов или… Вот вы пришли в политику вообще об этой работе в году, я уверена, у вас были намерения, как вы сказали, оптизмизм, вы верили в то, что у вас все получится, это та партия, с которой вы думали, у вас что-то получится действительно изменить и говорили о золотой карте, о золотой карте КПВЛВ. Да, скажем так, чтобы попасть вообще в политику, чтобы попасть уже более, ну, ближе к власти, единственный образ, как вы можете на данный момент это сделать, вы обязаны быть в какой-то политической партии, да, это такой закон. Уже если дальше говорить про это, я считаю, что это надо в каком-то образе менять, потому что в Латвии, хотя много политических партий, но они уже не с очень, ну, как сказать, не с очень хорошей репутацией, да, и это, наверное, из-за этого люди особо не рвутся в политику, да. Есть очень много еще, ну, как сказать, других ограничений, да, которые существуют, почему, вот, спрашиваются, а где же наши умные люди, почему они не приходят в политику, да, ну, хотя бы, к примеру, то же самое ограничение, да, что люди должны покидать свой бизнес, да, они не могут работать, они не могут работать, да. Я считаю, что это неправильно, да, и, ну, как я уже говорила, система сделала очень много таких решений, приняла, чтобы система сама себя защищала и поддерживала, да. И то же самое сейчас к этому относится и новый закон, который приняли в пакеты бюджета по поводу финансирования партий, это тоже для защиты системы, да, потому что, если так подумать, тогда сейчас каким-то новым партиям будет очень-очень трудно, да, прийти вот уже на это поле боя, как сказать. То есть очень много других вещей, да, если вы спрашиваете, жалею или как и что там, нет, это абсолютно, я не, я, ну, конечно, это очень быстро КПВ развалился, именно партия, да. Я знаю, среди наших слушателей есть те, кто голосовал за КПВ, нам звонят об этом, говорят, настроение разочарования. Было слишком быстро, конечно, это было очень больно видеть, уже какие-то первые сигналы уже пришли, уже было замечено уже до выборов, да, но я всегда знала, что чтобы чего-то достичь, да, это никогда не будет забегом таким спринтовым, это будет именно марафон, да, это будет долго, да, Да, это будет болезненно, это как в любом марафоне, да, наверное, несколько раз за весь марафон хочется покидать эту дистанцию, да. Но всё-таки, слава Богу, есть некоторые люди кругом, которые, которые, ну, до сих пор не поменяли свои мысли, свою позицию, да, которые до сих пор держат, как сказать. Правильный вектор какой-то, да. Правильный вектор, не потеряли это, и это очень важно до сих пор в Латвии, хотя я абсолютно согласна, что в основном люди, они ирвеилшись, да. Ну, да, они могут заблуждаться, да, допустим. Не-не-не, они именно, ну, как, они преданы, скажем так. Те, которые голосовали за новую политику, думаю, эти 32 голосов, да, в основном люди, люди недовольны, это сейчас видно, недовольство людей, да, и я считаю, что эти 32 голоса, которые были отданы за новые партии ЕКП и КПВ, где в основном были, скажем так, новые, да, политики, тоже немножко адресный байпар, хотя там немножко другая ситуация. Ну, все лица, на самом деле, вот кроме КПВЛВ, те партии, которые вы перечислили, эти лица уже были замечены в политике много-много лет. И я считаю, что люди преданы, потому что, если бы кто-то из этих партий откровенно бы сказал, что молодые в политике люди пойдут в правительство вместе с венуатым, да, они никогда бы, мы никогда бы не получили столько, много голосов. Ну, вы и говорили о том, что создание коалиции, вхождение, допустим, с тем же новым единством для вас это… Это неприемлемо. Это неприемлемо. И, как бы, очень странно сейчас тоже с трибуны, да, слушать, что депутаты с коалицией, молодые, новые депутаты, да, есть очень много упреков стороны ЗАЗАЭС, зеленых, что они там лгуны, и там всякая, ну, это тоже там риторика, да. Но в то же время те же самые камни можно и бросать в сторону венуатые, которые тоже провелась очень давно. Но те же самые камни, те же самые камни можно бросать в сторону национал-аффиенейба, да, которая тоже политика очень давно, и которым, ну, есть определенный какой-то статус-кво, который им выгоден, да. Так что так. Почему все-таки вот эта вот колода разыгралась именно таким образом при условии, что вот та же золотая карта, которую я уже упомянула, КПВЛВЕ и обладали, почему иначе нельзя было действительно не войти в коалицию, маневрировать, не знаю, ставить свои условия? Почему получилось так, как получилось? Там есть, я думаю, там есть несколько факторов. Первый фактор, я не буду исключать, что это был денежный фактор, ну, не по отношению к партии, но, может быть, кому-то. Это то, о чем говорил Алдас Гобсамс? Да, ну, я не буду там называть именами, эта информация была достаточно публична, и там до сих пор есть дело, которое рано или поздно, наверное, придет, дойдет. Вы думаете, есть в этом часть правды, да, действительно? Да, абсолютно. Абсолютно я в этом уверена. Да, и тоже, когда, ну, у нас двое сопредседателя, да, ну, Аты Зактыстов уже тоже, он уже в работе с Сеймом уже не принимает участие, да. Находится под следствием, да, но, кстати, получает зарплату, да, продолжает получать зарплату. Конечно, ну, это им надо, ну, они, думаю, никогда не даст такой правдивый ответ, да. Это влияло, это как-то на их решение или не влияло. То, что я видела, то, что на депутатов наших молодых было сделано очень большое, как бы, давление, давление достаточно много было манипулировано, и как, и что будем делать, да. И в один момент это абсолютно было видно, что они пойдут в те же самые русла, где есть Вену. Вот, и, ну, для тех, кто сильнее было, да, для тех, кто, у кого было свое четкое мнение, и людей, которые, может быть, что-то больше в своей жизни видели, да, это было абсолютно неприемлемо, и те люди и вышли из фракции, да. Ну, вот вы говорите о марафоне, ранее вы в одной из своих публикаций на Фейсбуке тоже предложили разбираться с самим избирателем, кто жулик, кто самурай, да, с такой формулировкой выступили. Я так понимаю, что вы сами, допустим, если инициатива вот то проведение референдума по распуску Сейма соберет количество подписей, референдум пройдет, будут перевыборы или будут очередные следующие выборы, вы будете продолжать претендовать, будете избираться. Ну, однозначно, это не можно сказать никогда, не можно сказать, как будет, если будет, да, да, это время еще надо дожить, да. На сегодняшний день вы склоняетесь? Да, ну, все-таки надо, на сегодняшний день надо смотреть по максимуму, что можно сделать на сегодняшний день, да, я не исключаю такую возможность, но… Просто тогда же надо кому-нибудь будет примкнуть, потому что, ну, к определенной… Если он придет, тогда уже придет, да, насчет, вот тоже, то, что мы знаем точно, когда будут следующие выборы, что они уже будут через три года, да, следующие, ну, которые по календарю, если до этого будут… Неочередные? Неочередные выборы, да, тогда будем уже исходить из этой ситуации, а чтобы сейчас в спешку делать что-то именно из-за того, что, может быть, за дверями уже есть неочередные выборы, я думаю, ну, такие решения сейчас быстро не надо принимать. Вы когда-то вошли вот в партию КПВЛВ, уже, как говорили, потому что, ну, действительно думали, что можно что-то изменить, и хорошо общались с господином Кайменишем, а когда вы покидали партию, говорили, что вам не нравится и стиль господина Закатистова в плане управления, и выходки того же Каймениша упоминали. Этот человек как-то поменялся за последний год, то есть этого раньше вы не видели, не наблюдали, это вот так вот в один момент произошло, и с тем же господином Закатистовым вы же наверняка вы ездили по своим штабам. Нет, как я уже говорила, это было уже, какие-то вещи я уже замечала летом, да. Ну, накануне выборов, да, 2018? Да, накануне выборов. И, конечно, тогда настает большой вопрос, да, или покидать этот корабль уже сейчас, да, и тогда как, ну, или тогда уже смотреть, как будет, и, ну, пытаться что-то уже делать уже, когда или если будешь уже всеми, потому что, ну, это же понятно, если нет власти, тогда мало, мало что можно сделать, да, нужно быть при власти, да. А у вас сохранились какие-нибудь сейчас отношения с вашими бывшими однопартийцами? Да, с некоторыми, да, с некоторыми нет, да. То есть с теми же лидерами партий, вы здороваетесь, общаетесь? Ну, если здороваться от общения, тогда да, общаться так, как раньше уже не общаемся, нет. А по поводу, может быть, самих заседаний партии вы часто и публикуете, и рассказываете о том, что происходит, делитесь какими-то видео происходящими, вот. Вот, допустим, когда мы заходим на сайт Сейма, я говорю сейчас о пленарных заседаниях, я хотела бы, может быть, вас спросить об этом, рассказать подробнее. Периодически я вижу, что, допустим, запланированное пленарное заседание по четвергам Сейма начинается в 9 часов, на повестке дня рассмотреть 30 законопроектов, и иногда в 12 часов оно уже закончилось, и все депутаты разошлись. Да, такое бывает. Как это возможно? Действительно это качественное рассмотрение законопроектов, либо это для того, чтобы, не знаю, быстрее отсидеть, прослушать, проголосовать и уйти? И возможно ли за 3 часа рассмотреть все в нужном и достаточном качестве? Вообще работа в Сейме построена так, что основная работа происходит в комиссиях, в заседаниях комиссий, когда уже про какой-то конкретный законопроект дебатируют и разговаривают не только депутаты, но и те организации, Ты приглашённые отраслевые эксперты, да, которых этот закон касается, да. Так что этот процесс довольно длинный, он, скажем так, он с магнез очень такой… Ну, тяжёлый, да. Да, тяжёлый, можно было бы сделать полегче, но тогда тоже надо менять немножко как-то систему, да. Я как предприниматель на это всё смотрю, что это всё происходит медленно, тяжело и долго, да. Ну да, медленно, да. Но то, что по четвергам видно именно на пленарных заседаниях, это действительно, как Вы говорите, просто голосование, уже когда все депутаты голосуют за законы, которые были рассмотрены в комиссиях. Но, что я хотела бы отметить, что хотелось бы больше дебатов, да. Почему так, почему не так, какие ещё были предложения, да, чтобы… Но этот парламент по качеству дебатов, к сожалению, очень некачественный, если можно так выразить, да. А что Вы подразумеваете под дебатами? Просто, когда мы смотрим выступления отдельных депутатов, не знаю, различные премия, мне кажется, подразумевают выступление одного депутата, потом вышел другой, допустим, его, ну, если можно назвать, противник по мысли, да, и ответил на предыдущее высказывание. Обычно выходит с какой-то ранее запланированной, заготовленной речью, отдельно что-то высказали, там, отведённые три минуты в микрофон, сели и всё, и дальше, допустим, может быть, продолжится абсолютно другое, не знаю, рассмотрение на проект. То есть нет этой дискуссии, нет? Нет, да, так и есть, нет дискуссии. В основном все решения уже приняты в той же самой коалиции, да, и, ну, есть такое, что в четверг депутаты просто вот приходят, и вот основная часть депутатов просто поднимают, нажимают кнопку «за» или «против», да. И большинство даже, я думаю, что нажимая кнопку, даже не знает, за что именно они нажимают эту кнопку, да, и голосуют. И это абсолютно видно и заметно, что они следят за законами, да. Ну, конечно, тогда есть, я не могу сейчас сказать, что все вот так, и никто ничего, ничего не знает, и только там машины, голосование. Может быть, я допускаю, что у них есть горячие дебаты во фракциях, что они там дебатируют, как лучше, как не лучше. Ну, хотя то, что я видела и то, что говорит моя интуиция, что это не так, да. Ну, вы говорите, что все уже предусмотрено, запланировано коалицией, тогда вопрос аргументированный, для чего нам оппозиция, ну, фактически всеми? Ну, оппозиция… Что она может, что она может, да. Да, ну, оппозиция, как, ну, оппозиция может показать на шибки, может то же самое, ну, указать на другие пути, да, оппозиция. Кстати, у нас, я считаю, очень качественная оппозиция сейчас в парламенте. Не очень качественная, но довольно качественная оппозиция, в которой есть умные люди, которые много знают и которые могут указать и на ошибки, и на какие-то другие пути. Вопрос в том, коалиция ли слушает, да. И то, что я слышу по наслышке от тех депутатов, которых это не первые семь, они говорят, что настолько плохая коалиция по сотрудничеству с оппозицией, так не было никогда, да. Это, действительно, для меня тоже большой сюрприз, потому что то, что мы и говорили, когда я еще была в партии КПВЛВ, да, у нас тоже были хорошие мысли, как сотрудничать с коалицией, оппозицией. Да, да, абсолютно, не надо изолировать, да, это никому в пользу не идет, да. И то же самое, да, если поговорить про бюджет, как был принят бюджет, я думаю, что я не вижу никакой проблемы, если бы при заготовке бюджета были бы тоже вовлечены депутаты, которые из-за оппозиции. Да, да. И, ну, я считаю, что вообще, беря внимание, что все-таки у господина Бондарса есть один процесс криминальный по поводу, ну... Райбанка. Райбанка. Он вообще бы такую должность, ну, не мог бы занять это, это раз. Во-вторых, ну, этот такой цинизм и нихилизм, с каким он руководит, это бюджет, бюджетную комиссию, это... Ну, там были даже некоторые представители, да, которым плохо становится на это все, смотря, ну, это, ну... Что вы имеете в виду, люди хватаются за голову и уходят в заседание комиссии? Просто встают и выходят. В этот раз вышли медики, да, которым, ну, как мы, те, которые интересуются политикой, наверное, заметили, что в какой-то момент министр по здравоохранению Елза Винцела четко дала указание медикам самим найти бюджет, деньги. Если они найдут, да, тогда, может быть, вот, берите бюджет и шите для своих зарплат деньги, да. Мы, конечно, тоже со своей стороны оппозиции помогли, ну, и с эксцемплярами бюджетов, и тоже дали какие-то свои уже находки, где можно деньги взять, да. И медики, вот реально медики сидели, доктора сидели, да, анализации сидели, они вот реально сидели, да, они сидели. Целые уикенды, они в реальности нашли много-много всяких, всяких, как сказать, мест, где деньги спрятаны, да, скажем, спрятаны, да, и возможности разные. Но при этом они, так, скажем, даже не были выслушаны, да, ну, да, им было дано слово, но это ничего не дало, да. Да, это было уже изначально, нам, нам, как оппозиция, это было уже изначально ясно, что так и будет, потому что всегда так было, да, и, ну, когда просто человек со стороны это видит, да, или медик, да, или просто человек, который зашел с улицы, или предприниматель, тогда это все страшно, потому что в реально, ну, вот, если предприниматели так работали, тогда они уже давно бы не работали. Обанкротились бы, да. Обанкротились бы давно. Мы сейчас перейдёмся на рекламу, после чего продолжим, у нас сегодня в гостях депутат Сейма Линда Лепеня. Продолжаем разворот, у нас сегодня депутат Сейма Линда Лепеня в гостях, обсуждаем сложившуюся ситуацию в Сейме, вот до перерыва на рекламу госпожа Лепеня сказала, в принципе, что сложно работать с оппозицией, потому что эта коалиция настроена по отношению к другим депутатам более враждебной, если можно так сказать, потому что не принимаются во внимание даже какие-то вопросы законопроекта, которые действительно по замечанию высказаны, да, и не принимаются во внимание и даже какие-нибудь мнения отраслевых экспертов, приглашённых на заседание комиссии, да, допустим, если говорить о комиссии по бюджету. А по поводу заседаний, действительно ли так? Вот у вас на странице увидело видео, где председатель Сейма госпожа Мурнец во время дебатов, когда выступают политики от коалиции, да, она просит соблюдать тишину, внимательно следит, бьёт молотком, да, да, по столу, чтобы депутаты могли выступить в тишине, а во время выступления оппозиции творится какой-то хаос, можно выкрикивать из зала, и она может быть ещё, ну, действительно какое-то, может быть, издевательство такое прослеживается, вы так назвали это на своей странице, это так всегда или это какой-то вот этот вот контекст, случай вырванный из видео, я просто хочу, это постоянная основа? Ну, вообще-то выкрикивания из зала позволены всем, да, но то, что вы говорите… По протоколу или… По протоколу или… Можно, это карты Ипс Роуз разрешают, но при этом, если вы говорите, что есть какое-то немножко… Пренебрежение. Да, это правда, то, что вы говорите, да, что если там, да, есть немножко другой порядок, когда выступает именно, да, коалиция или министры, а когда уже оппозиция, тогда такое отношение, ну, скажем так, оно чувствуется, ну, что вы тут опять, да. То, что по поводу, мы тоже говорили, да, по поводу предложений оппозиции, и до этого у нас только одно наше предложение уже сейчас принято, принято как законопроект, уже реально работает с 1 сентября, только одно, да. Это какое? Это по поводу… Это относится к тем семьям, которые адаптируют детей, и там, как считать, там, для них эти отпускные дни, которые провести вместе с детьми, которые адаптированы, да, такая маленькая, но важная вещь, есть несколько законопроектов, пару можно сразу назвать, которые, наверное, легли в долгий ящик, которые уже приняты в первом чечении, да. Один, который очень важный, о, вообще оба, да, есть по поводу скидок налога для автомобилей, которые там пользуются всеми… Многодетные семьи. Многодетные семьи, да, спасибо. Смотрение, один уже принят, и вот с остальными… Да, ну, да, 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 но я думаю, что с остальными двумя так ничего не произойдет. Принципально, потому что это предложение оппозиционное, думаете, поэтому… Да, абсолютно, и, кстати, один очень хороший пример, который показывает, что коалиция даже не боится тем же предпринимателям указать, что идти к оппозиции и через оппозицию какие-то дела делать или подавать какие-то инициативы, это неправильно, да, надо все-таки вам выбрать правильные партии или правильно работать с коалицией, да. Ну, даже так открытым текстом и говорят, да, и там, к примеру, это было с индустрией тех же самых ресторанов, которые проделали очень-очень большую работу, пока почитали, ну, сделали все расчеты, чтобы доказать, что, например, снижение НДС для ресторанов на 12%, это поможет и индустрии, да, и то же самое там… Да, и доход от этой индустрии в пользу государства не будет в убыток, да, и просто очень четко со стороны господина Раэрса, который министр финансов, и с господина Латковски, с которой руководит фракция Веноты, ибо… Я у на Веноты, извиняюсь, да. Было четко сказано индустрии, что с оппозиции разговаривать неправильно, да, если вы будете двигать это продолжение через оппозицию, вам ничего, вам ничего не выйдет. Ну, так дешево это все и происходит, да, важно, важно понимать там, кто, ну, я, к сожалению, вижу какие-то там внутренние терки, абсолютно неважные, какие-то вот такие высказывания, да, Да, такое вот, чтобы думали вот именно про государство, про людей, что именно за эти вопросы, которые, которые важны. Людям же, ну, им же важно жить в стране, которая, ну, где они будут важны для этого государства. Да, благосостояния и так далее, к сожалению, про эти вопросы мало кто там думает. А почему так? Есть у вас предположения? Мы можем также проследить какую-то тенденцию, вот, говорите, не думают о людях, о людях. Вот тот же, мне кажется, каменьшую успешность партии КПВЛВ объяснялась именно тем, что он приходил на здание Сейма, он брал с собой видеокамеру, он ездил в Энспилл, снимал Лембрекса, он вел блог на Ютубе Суню Буду, куда приглашал тех же политиков и упрекал их в содеянном, да, куда это сейчас все девалось и почему это все пропало? Ну, это, наверное, этот вопрос надо ему задавать, я думаю, ну, при каком-то разговоре, то, что он сказал, что он устал быть в оппозиции, да. Наверное, ему кажется, что если он сел за стол с большим мальчиком, то он думает, что он, наверное, тоже принимает какие-то решения, да. Но я думаю, что это не так, что им просто пользуются и, ну, поживем, поживем и видим, да. Ну, исходя из сказанного вами, вы там проиллюстрировали пример работы оппозиции, успешности, если можно так сказать, работы оппозиции в виде там трех, одного принятого закона и двух законопроектов, которые рассматриваются сейчас на здании в комиссиях. Вопрос, что можно сделать, как можно изменить, вот как вы видите дальнейшие, вот три года. Нет, ну, есть тоже, конечно, такие, если не говорить про законопроекты, да. То же самое, я работаю в Пеперсиемкомсе, я руковожу Пеперсиемкомсе в комиссии запросов, да. Может быть, расскажите про комиссию по запросам, да. Основная задача слушателям, поясним, чем она занимается. Я так понимаю, что вы рассматриваете запросы депутатов, да, и адресуете их членам правительства, допустим, да. Да, запросы могут быть адресованы только министрам или президентам министров. И тогда запросы могут, ну, конечно, они про серьезные темы, да, ну, не про погоду, скажем так. И тогда министр, ну, это, как скажем, парламентский надзор, да, чтобы депутаты были в курсе, что происходит, и держали руку на пульсе. На пульсе, да. К сожалению, уже исторически происходит такое дело, что, когда создается коалиция, есть соглашение коалиции, и один из пунктов в этом соглашении, что те партии, те фракции, которые входят в коалицию, не будут... Возглавлять? Нет, 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 нет. Что они не будут делать эти запросы, ну, своим министрам, да. Что значит... Они безупречно доверяют. Безупречно доверяют. У них, наверное, или другое, что они эти вопросы наверняка задают где-то в другом месте, что не парламент, ну, может, заседание и коалиция, да, где они получают ответы, да. Ну, нельзя упрекать, что оппозиция тоже хочет какие-то ответы получить. Ну, по-моему, это дележка, да, коалиция, не коалиция, что можно, что нельзя, это абсолютно неуместно, да, если мы думаем про государство и про благо нашего народа, да. Людям все равно, еще раз говорю, правы или иные, мы просто хотим жить хорошо. Это понятно, это понятно, и вот эти запросы и депутатские вопросы, это тоже чем только занимается оппозиция, да, потому что, ну, да, коалиции просто запрещено этим заниматься. Ну, хорошо, вы возглавляете сейчас эту комиссию, то есть вы можете подавать запросы, вы думаете, вас снимут все-таки? Ну, конечно, они пытаются это делать уже полгода, им не выходит, потому что не было такого заседания, когда вся коалиция приходит, и когда их нет, им просто не хватает голосов, чтобы меня снять. Да, но это тоже о чем показывает, что неважно ваши качества, неважно ваш опыт. Но этот вопрос поднимался уже? Конечно, да, он поднимался не один раз, он поднимался постоянно, и, ну, поживем, увидим. Меня это не волнует, то, что меня волнует, то, что именно люди с опытом умные и так далее, это четко показывает, что нам такие люди не нужны, нам нужны люди, которых могут контролировать партии, которых могут контролировать фракции, которых может контролировать коалиция, да. Госпожа Лепиня, наденьте, пожалуйста, на наушники, да, ближайшие к вам, звонки. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте, добрый день. Ну, вот, мне кажется, могу, госпожа Лепиня, что ситуация абсолютно безвыходная на десятилетиях вперед. Вот я объясню, почему, мне так кажется. Вот трудно представить, что все ими окажутся 51%, неважно каких партий, да, откуда они возьмутся, тоже непонятно. Согласие, это абсолютно проглившая контора уже в Сурбановичем месте, которые начнут воплощать вот эти правильные мысли, идеи, о которых вы говорите. То есть все равно, вот, следующие выборы, я думаю, зеленые придут к власти, будут первыми, и будет опять перетасовка. То есть практически, то, что вы говорите, была бы сильная партия, там что-то можно было изменить. То есть любую сильную партию погвостит вот это болото, которое 30 лет было, и, наверное, еще десятилетие будет. Значит, получается, мы в абсолютном тупике, то есть просто можем о чем-то мечтать, идеализировать, там что-то там придумывать, а на самом деле абсолютно ни на что не можем появлять. То есть 51% нормально здравомыслящих людей, им просто взяться неоткуда, и поэтому болото, оно как бы не падает с пропастью. Да, спасибо большое. Да, ну, не могу не согласиться, но, с другой стороны, если мы так будем уже изначально думать, точно ничего не изменится, да. Мне тоже было бы гораздо легче сидеть, остаться там, где я была, да, в достаточно большом комфорте, да, и не выйти из этой зоны комфортно, и не пойти в парламент, да. С другой стороны, мы никогда не можем знать, как будет, да. То же самое, что вот мы сейчас слышим. А что вот это, да, зачем у нас эти вот сейчас, может быть, ну, выборы, да, все равно придут же те же люди, да. А может не придут. Придут один раз, придут второй раз. Но, а что же делать? Ничего не делать? Ну, а какое тогда? Ну, тогда, понимаете, я с одной стороны согласна, с другой стороны давайте, ну, попытаемся, да. Вы выступаете за распуск Сейма. Да, я лично за, потому что, ну, все-таки народ, во-первых, народ должен почувствовать, что они, те люди, которые выбрали Сейм, они могут их и отозвать, да. То, что сейчас пытают там капать, да, что это очень дорого и так далее, и так далее, это такие, это деньги по сравнению с тем, что уходят в другие русла, да, они очень маленькие, да. Самая большая опасность всего то, что мы не будем идти, не будем менять, не будем делать, да. Понимаете, то же самое. Надо, чтобы что-то поменялось, вот в реальности надо изменить закон, закон, да, ну, закон о выборах, да. Это надо возвратить обратно нормальную какую-то… Планку референдума. Да, планку референдума, да. Там могут быть какие-то, может быть, там ступеньки разные, да, сколько там референдум, чтобы распустить Сейм, какие референдумы, чтобы уже по каким-то вопросам, которые не настолько значительные, да. Но надо делать всё возможное, чтобы народу было обратно это чувство, что ихний голос что-то вот в реальности решает, да. И то же самое насчёт финансирования партии, да. Мысль хорошая, она не должна пройти в этот… Созыв. Да, в этот созыв. И с другой стороны, если подумать, тогда можно тоже, если уже это финансирование относится к каждому налогоплательщику, тогда можно сделать так, что вот если, например, вот когда вы каждый год делаете репорт на своих налогах, декларацию, да, у вас может быть такая возможность, что вы просто ставите галочку, какой партии вы, например, вот свои вот эти… Ну, вы хотите, чтобы вот это финансирование пошло, да. И в таком образе вы будете присутствовать, да, при процессе не только один раз в четыре года, да, когда вы идёте голосовать, но и когда вы будете решать, например, один раз в год, да, кому отдавать или не отдавать свои деньги. Почему это не обсуждается, это тоже ясно, да, такие всякие разные идеи, потому что никому это не надо, и легче всего вот самим себе дать денег, да, и сделать опять систему, да, более такой сильной и более неразрушимой. Госпожа Лепеня, что за кнопка в семье такая воздержаться, которые… Вот нельзя ли, допустим, выступить с законопроектом, вы как оппозиционный депутат, предложить от неё отказаться, за или против? Я один из двух, по-моему, депутатов, или один из пять депутатов, которая ни разу не воздержалась, голосовала за или против, но при этом были у меня тоже какие-то законопроекты, за которых я не голосовала, да, про которых нехватка информации или которые откуда-то объявились и просто не хватает информации, чтобы… Принять решение. Принять решение, да. Воздержаться вплоть о том, что воздержаться – это… воздержаясь автоматом, этот голос попадает, что ты против, да, потому что… Поэтому воздержаться – это не воздержаться. Тогда уже, я считаю, если не хватает информации, чтобы отдать уже свой голос, тогда на данный момент лучше не голосовать, чем воздержаться, да. Ну, да, этот вопрос тоже дискутируем, ну, там, ну, воздержаться и, конечно… Но это возможно поменять? Возможно это, не знаю, действительно создать такую идею, чтобы она хотя бы обсуждалась с тем же… Ну, возможно, конечно, да, возможно, возможно, и, по-моему, по-моему, уже такое… такое предложение уже есть на карты, взрослых. Будет ли принято, не будет, это посмотрим. Наденьте, пожалуйста, еще наушники, да, примем еще один звонок. Здравствуйте, коротко, пожалуйста. Ну, если позволите еще раз, да, насчет воздержаться очень точно, вот согласия, они воздержаны по всем поводам, и тем самым проходят решение… Да-да-да. Вот чем Рубанович вреден? И второе, вот, по-моему, тупиковая мысль абсолютно, вот, что только через СЕИ можно что-то решить. Вот, понимаете, все говорят о выборах, о СЕИМе. Если вот какая-то организация создалась бы иллюзорная, мнимая, общественная, куда латыши и русские, которые болеют за ЛАЦ, и которые хотели… А через СЕИМ практически ничего никогда мы не изменим. Но все политики говорят только об этом. Выборы, СЕИМ, мы что-то сделаем, ничего через СЕИМ не сделаем. Никогда. Ну да, но пока другой альтернативы у нас нету, да. И тогда, ну, то, что я уже говорила… Ну вот по поводу, да, изменить просто закон. Продолжим мысль. Ну, смотрите, поступают постоянно в тот же парламент, я говорю о какой-то, может быть, воле гражданской, да, поступают регулярно все им инициативы на балл СЛБ, подписанные, быстро собранные те же необходимые 10 тысяч голосов, да, но тоже они игнорируются. Кроме вот попытки, хотя бы попытки права на референдум, да, 154 тысячи, это… Потому что наши политики привыкли, что они могут дать обещания, их не выполнять, им за это ничего не будет. Так давайте, народ, будем едины, да, наконец-то, не будем делиться на латыша и на русских, будем едины, будем показать, что нам, нас это не удовлетворяет, да, что нам не все равно, что происходит в нашем государстве, да, и будем тогда в любом образом больше присутствовать при этих процессах, да, потому что единственное то, что я замечала, от чего еще боятся, ну, всеми депутаты, которые дали обещания, их не выполнили, это они боятся гнева народа, который просто на улицах. Этого они еще боятся, поэтому, ну, не знаю, могу ли я призывать, не призывать, Вы думаете, что люди боятся гнева на улицах и демонстративно не повышают зарплаты медиков? Да, абсолютно, это видно, что они прячутся в том же самом сейме, не выходят, да, они раньше, когда, вот, например, последняя демонстрация была медиков, медперсонала, да, они приходят раньше на работу, чтобы уже не встречаться с людьми на улицах, они не выходят на перерыв, потому что вот там они, вот это вот реальное место, где они встречают реальных людей с ихним гневом, с ихними проблемами, где они просто обязаны в толпе народу ответить на вопросы, да, в остальное, другое время они живут в каком-то облаке, да, они сами себе говорят, да, что они, наверное, делают хорошее какое-то дело, не знаю какое, да, и они живут в каком-то другом мире, да, и с каждым днем отрывается все больше от той реальности, с которой сталкиваемся, сталкивается. Иными словами, вот, может быть, подводя какой-то итог всему вашему сказанному только что, вы призываете к чему? Как к своим протестам выходить на улицы к подписанию подписи за референдум? К чему? Я призываю людей все-таки быть более политически активным, не бояться высказывать свое мнение. Лучше, если вы можете прийти в тот же самый сейм, вот сейчас будет 27 ноября тоже, те же самые медики придут, и не только медики тоже приглашают их прийти и поддержать, да, народу, это будет в четверг, извините, 28-го, 11-го часов дня, да. Ну, да, я просто, ну, если мы сами чего-то не будем делать, вместо нас никто не сделает, да. И, как я уже говорю, ну, и тоже я поменяла свою зону комфорта идти попытаться, да, не получится, ну, это я сейчас не могу сказать, это просто этим надо заниматься, ну. Спасибо большое, наша передача сегодняшняя подошла к концу, у нас сегодня в гостях была депутат Сима Линда Лепини, спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пришли. Всего доброго.